Добро пожаловать в WebLium! Сначала, наверное, познакомиться стоит. Я представлю себя. Меня зовут Олег Болотнов. Я нахожусь в маркетинг-отделе компании WebLium. У меня нет какой-то определенной позиции, нет названия, поэтому маркетинг заводила. То есть вот эти все вебинары, показывать предпринимателям, что и как делать. Кроме этого, я еще главный организатор самой большой конференции по продажам в Украине, Sales Hero Conf. Если кто-то из вас был на этой конференции, отлично, по отзывам отлично прошла. Даже были спикеры от SendPulse, Алина Декуха, и SendPulse сами также были партнерами этой конференции. Помимо этого, я организатор онлайн-воркшопов цикла US Market Entry по выходу на рынок США со спикерами списка Fortune 500. То есть американцы, сидящие в Америке, которые работали в огромных корпорациях, учат наших украинцев и ребят с СНГ, как выходить на рынок США, как это правильно делать. По поводу Веблиума, я нахожусь уже тут практически два с половиной года. С нуля запустил B2B отдел Веблиума. Что такое B2B отдел Веблиума? Это отдел партнерств. Чуть позже об этом поговорим. Это агентство, это разные студии по всему миру, которые используют инструмент Веблиум или White Label на инструменте Веблиума, для того, чтобы создавать сайты для своих клиентов. Да, немножко похвастаюсь, что каждый квартал рост был 300%, потому что выходили не только на рынки СНГ, но и на Америке. В принципе, все встречали нашу платформу с большой радостью. По поводу Веблиум. Для тех, кто не знает, что такое Веблиум, Веблиум – это конструктор сайтов для малого и среднего бизнеса, где-то, наверное, 99,9% ребят, которые сейчас тут находятся, с помощником на основе искусственного интеллекта. Что такое помощник на основе искусственного интеллекта? Он позволяет работать с дизайном, чтобы вы больше сфокусировались на контентной части, и сайт на выходе был отличный, потому что, к сожалению, до сих пор тут в СНГ, особенно эта проблема, не все умеют создавать сайты на конструкторе, как бы это странно ни звучало. Да, у нас сейчас в СНГ и в Украине 10 тысяч клиентов активных. По поводу партнеров, то, что я говорил ранее, это тысячу, чуть более тысячи уже партнеров по всему миру. Также и тут многие ребята из СНГ. Кстати, в чате, в Telegram-чате Академии Сенпульс было даже видно, что там человек написал, что у него есть сайт на Веблиуме, он собирал. Вот, поэтому еще раз подтверждение того, что набираем обороты по чуть-чуть. По поводу того, что вот сама тема, на которую, да, вы пришли, это ошибки сайта, ошибки на сайтах и как, в принципе, не облажаться, как избежать этих ошибок, что сделать. Смотрите, два месяца назад мы маркетинг команды Веблиум, он заказал у продуктовой команды большое исследование. Что это за исследование? Оно было там на чуть-чуть более, чем 12 миллионов сайтов. Это сайты наших клиентов, это сайты партнеров, я имею в виду их клиентов, которые наши партнеры делали им сайты. Это сайты, которые мы взяли из справочников, из Yellow Pages США, в Канаде, в Европе и тому подобное. То есть вот это скопом получилось 12 миллионов сайтов. Зачем мы сделали этот ресерч, это исследование? Чтобы понять вообще, что сейчас происходит в мире сайтостроения, чем пользуются люди, какие у них ошибки и тому подобное, чтобы подстроить продукт под то, чтобы эти все ошибки закрыть. По поводу результатов исследований, вот сейчас мы как раз будем об этом говорить, о самых частых ошибках. Перейдем к ошибкам. Ошибка номер один. 39% сайтов у них нет элементов социального доказательства. 39% сайтов, если переводить с 12 миллионов, то да, это практически там 6-7 миллионов сайтов, у них нет элементов социального доказательства. Что такое элементы социального доказательства? Это те элементы, которые помогают понять посетителю вашему сайту, что вы живой бизнес, у вас есть клиенты, у вас есть активные клиенты, и они проявляют какой-то контакт с вашим продуктом. Например, отзывы. Отзывы – это самый простой элемент социального доказательства. То же самое видеоотзывы. Видеоотзывы позволяют более красочно с картинками рассказать, чем вы занимаетесь и тому подобное. Понятное дело, когда эти отзывы живы, они еще и вам увеличивают конверсию, потому что люди вам доверяют. Например, скриншот отзыва с розетки – это большой интернет-магазин в Украине. И отзыв, видеоотзыв, который взят из сайта ActiveCampaign – это CRM-система в Америке. Какой-то там Мария Бреннер, да, которая рассказывает, почему ей нравится там такой-то, такой-то продукт. Еще раз, 39 сайтов, 39% сайтов не имеют вообще в корень, под корень, не имеют таких элементов. Вторая ошибка, которая есть у сайтов, который мы взяли из этого исследования, что 67% сайтов не дают внятного призыва к действию. Это, я скажу так, это вот напрямую, это, наверное, самая большая ошибка, которая влияет на вашу конверсию непосредственно. Почему? Потому что люди, вообще люди в любых продуктах, когда они заходят на сайт, считайте, что это обычные дети. Это обычные дети, и вот пример, да, один – это картина французской революции, да, по-моему, называется «Война или борьба на баррикадах», где мы видим какой-то определенный призыв к действию. Да, это символ французской революции, которая говорит, что, ребята, идем, мы должны взять верх, мы должны победить. Вторая картина – это просто толпа. То есть если бы не было какого-то призыва к действию, те бы люди, которые взяли оружие и хотят чего-то достичь, там, какой-то своей определенной цели, это было бы просто толпа. В чем смысл, что если вы не даете каких-то призывов к действию на сайте, если вы это боитесь делать, люди придут на сайт, почитают эту информацию, уйдут. Вам нужно их, как детей, взять за ручку, провести по тем разделам сайта, которые вам выгодны, которые вы хотите показать, чтобы они пришли к какому-то целевому действию. Например, заполнили форму или пришли к какому-то лид-магниту, какую-то бесплатную консультацию от вас получили и тому подобное. Еще раз, 67% не имеют такого призыва. Ошибка 3, которая тоже очень сильно распространена, особенно на нашем рынке, что практически 80% сайтов не используют модели AIDA или VACAT. Почему говорю про наш рынок, про рынок СНГ и Украины? Потому что в Америке вот эти все модели AIDA, VACAT, они читаются на первых курсах университета. Там люди понимают, что такое автоматизация маркетинга. Это хорошо для них. Но, тем не менее, даже там на сайтах это не используется. Кстати, напишите в комментариях, кто знает, что такое AIDA, VACAT. Давайте даже не AIDA, она популярная. Кто знает, что такое VACAT, плюс ставьте. Кто не знает, ставьте минус, потому что потом об этом пойдет речь. Кстати, посмотрим, какой сейчас уровень знаний, маркетинговых знаний у нашего рынка. Едем дальше. А, кстати, вот пример AIDA, бабушка, которая стоит на базаре или где-то там, она призывает человека, она показывает какие-то классные плюшки продукта, какие-то качества, которые позволят человеку принять решение и взять и купить этот продукт. Кстати, бабушки – это вообще отдельное измерение у маркетологов. Они гении. Кстати, можем их разбить по AIDA и VACAT в конце вебинара. Ошибка 4. Ошибка 4. Сейчас многие поймут, о чем я говорю, что 92% информативных сайтов – это не лендинги. На лендингах там получше картина, потому что лендинги обычно с копирайтерами пишутся. 92% информативных сайтов используют мусорные фразы. Что такое мусорные фразы? Это мы лидеры, лучшая команда в мире, быстро, качественно, недорого и тому подобное. Эксперимента ради я зашел на сайт юридических фирм. Давайте я просто покажу, как это все работает. Сейчас дам доступ к экрану. И вот пишем юридические услуги. Юридические услуги есть две. Вот прямо на первой странице Google. Прямо на первой странице Google есть два сайта. Первый – это Астакс. Ну, представим, юристы, они обычно… У них даже сайт полетел. Сейчас перезагружу, может, будет работать. Да, юристы – это обычно люди, которые там дают классную информацию, очень детально все прописывают и тому подобное. Но, тем не менее, читаем. Юридическая фирма Астакс, услуги в Киеве, наша компания, и поехали, вот этот вот мусор. Это профессиональное партнерство опытных юристов, да, практиковавших долгое время для создания совместного дела, квалификации, бла-бла и тому подобное. Люди, когда читают этот текст, для них это мусор, это вода. Второй пример, второй пример – это та же самая первая страница Google юридических услуг в Киеве, Кампио Групп. И поехали. Международная компания Кампио Групп. Это команда профессионалов, которая предоставляет консультации и юридические услуги в Киеве. Мы располагаем большим опытом в различных отраслях права и тесно… Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В чем смысл? Чем отличается Кампио Групп от Астакса или Астакса, который мы смотрели перед этим? Чем отличается он для вас, как для посетителей сайта? А не чем? Потому что и те дают какую-то информацию, что они там лидеры и профессионалы, и эти дают, что они лидеры и профессионалы без никаких подтверждений. Без никаких подтверждений. Нету какого-то уникального предложения. Я бы на таком сайте не оставлял заявку. Я бы искал сайт, там, где есть какое-то уникальное предложение. Вернемся к нашей презентации. Один момент. Так, сейчас. И включаем презентацию. Да, поехали. Еще раз. Если вы используете такие мусорные фразы, убирайте их с сайта, либо, если вы хотите их оставить, вы точно знаете, что вы лидеры, прикрепляйте какие-то доказательства, потому что, потому что такие цифры, такие-то клиенты, такие-то отзывы и тому подобное. По поводу ошибок. Сейчас мы провели, да, рассказали, какие ошибки есть, вообще ошибки, сколько сайтов допускают. Сейчас посмотрим, как их избежать, как не облажаться. Для начала первое, что должен сделать любой человек, который, он вообще имеет сейчас сайт, или он приступает к созданию сайта, это определить 3-4 портрета покупателя. Обычно как? Я раньше, когда начинал свой путь в веб-лиуме, я начинал обычного салза. Клиент заполняет заявку, это какой-то SMB тоже, он хочет создать сайт, человек. Ты ему звонишь и спрашиваешь, какой сайт тебе нужен? Он говорит, мне там нужен информативный сайт. Хорошо, кто твои клиенты? Мои клиенты, это, например, там мамы, да, это какой-то там услуги по продаже колясок, детских игрушек и тому подобное. Мои клиенты, это мамы. И дальше ты начинаешь у него спрашивать. Хорошо, клиентов мамы ты знаешь, где они, сколько им лет, где они обитают, какая там у тебя территория ведения бизнеса, да, кому ты продаешь, на какой территории. И человек начинает задумываться, а реально, а где я продаю? А какая у меня вот эта вот мама, как я ее могу описать и тому подобное. И это еще полпроблемы, да, потом ты у него спрашиваешь, а какие боли у мам? И человек просто говорит, ну вот мамы и все, какие у них могут быть боли? Им нужны коляски. Но человек не описывает, да, что есть, например, мама один. У мамы один, допустим, она работающая. Ей нужна какая-то коляска-трансформер. Например, взять, вытащить, да, там, где лежит ребенок, сделать из этого какого-то автокресла или переносную штуку. Люди это не описывают. Есть там мама два, которая, например, любит там красоваться перед подружками, она не хочет, ну, у нее болит, да, что она не хочет там как-то облажаться, да, что у нее там не лучшая коляска. И нужно показывать лучшие коляски с самыми красивыми цветами там, чтобы выглядели как-то аутентично и тому подобное. Для этого, как лучше вам определить, если у вас уже есть сайт и если вы его планируете, на HubSpot, это тоже еще одна большая CRM-система, они дают очень много полезной информации. Есть прямо гайд по тому, как определить, по тому, как расписать свой портрет покупателям. Вы можете перейти по ссылке, которая будет там в презентации позже после вебинара и скачать этот гайд. Это таблица, которая, а, вы прописываете демографию, да, кто они, какой бэкграунд и тому подобное. Потом, что их идентифицирует, например, где они сидят, что они читают и тому подобное. Потом, какие у них цели, да, одна мамочка там хочет брать коляску и перенесную такую себе трансформер, а другая просто, чтобы она была красивая. Какие цели у них стоит в жизни? Третий, четвертый пункт – это какие преграды, да, с английского challenges. Что у них вообще, это боли именно, какие у них боли. И, понятное дело, последнее, то, что все тоже забывают, какие обычные возражения есть у вашей целевой аудитории. Когда вы выписываете 10 возражений, которые есть у вашей целевой аудитории, например, дорого там или я не понимаю сервис, вы сразу можете дать ответ. И когда вы даете ответ, вы тот же самый контент сайта, будь то лендинг или информативный сайт, подстраиваете на то, чтобы и сайт тоже отвечал на возражения. Человек, когда заполняет заявку на сайте, где отработаны все возражения, а, во-первых, вашим ребятам, которые работают в продажах, легче работать, если у вас есть. Или если вы человек-оркестр, то вам легче общаться с клиентом. Б, клиент понимает, посетитель сайта понимает, о чем этот сервис. Это дает ему полную информацию. Скачивайте, расписывайте, добавляйте на ваш сайт. Итак, перейдем к элементам социального доказательства. Это то, с чего мы начали, то, что 40%, 40% из 12 миллионов сайтов не имеет вообще. Первое и, наверное, базовое – это начнем с фото. Это фото ваших клиентов, это фото вашей команды, это фото вашего продукта. Тут сразу просто замечание. Не берите, ни в коем случае не берите бесплатные фото с Google, с каких-то бесплатных фотостоков и тому подобное. Почему? Если вы их взяли, их возьмет какой-то другой человек, их возьмет ваш конкурент, и вы будете одинаковыми. Опять это будет, это то же самое, как команда профессионалов и лидеров лучших в мире. Вместо этого, например, попросите у клиента фотографии, попросите, если клиенты не дают, попросите у ваших друзей, друзья могут дать, попросите у вашей семьи, так, чтобы эти фотографии были живыми. Следующий пункт – это тоже про видео, это касается и видео, и фотографий. Это что телефон, фоткать на обычный мобильный телефон, который у вас сейчас, сейчас все смартфоны, у них хорошие камеры. Фоткать или снимать на телефон – это нормально, это хорошо. То есть не обязательно, что если у вас нету средств на какую-то профессиональную команду, студию, которая будет вам делать очень классные фотки, в фотостудии и тому подобное, начните с обычной фотокамеры. То же самое с отзывами. Два примера отзывов. Один пример, который давал я вначале, это некто Марина Бреннер, которая пользуется ActiveCampaign. ActiveCampaign – это огромная, ну, огромнейшая там платформа, это огромная корпорация, у которых есть бюджет на то, чтобы взять Марию Бреннер, привезти в себе к офис, взять светооператора, звукооператора, камерамена, снять отзыв и выложить на сайт. Скорее всего, у вас такого ресурса нет. Это вообще не беда. Берете вашего клиента, вашего просто фаната, вашего партнера, кидаете ему ссылку в Zoom, кидаете ему ссылку в Skype, его загоняете и снимаете видеоотзыв. Привет, почему ты пользуешься нашим продуктом? Если нет времени у ваших клиентов или у вас, можно просто взять скриншоты социальных медиа, там, где люди пишут какой-то комментарий о вашем сервисе или о вашем продукте. То же самое там переписки с мессенджеров, с этими людьми, но там позакрывают какие-то неудобные моменты, если такие есть, и выложить на сайт. Вот это будет просто отлично влиять на вашу конверсию. Все посетители будут понимать, что вы живые, я хочу пользоваться вашим продуктом. Я вам даже больше расскажу. Сейчас очень сильно развивается тема с инфобизнесменством. Раньше инфобизнесмен рассказывал про курс, распинался, доказывал, почему этот курс хорош. Сейчас что делают инфобизнесмены? Они делают лендинг, накидывают туда просто 40 вот таких видеоотзывов, еще 20 скриншотов, и человек, какая бы цена там за курс или что-то не оказался, человек уже понимает, блин, это прошли столько-то людей. Они вот прямо сейчас мне на видео сказали, что это работает, что это окей. Я не доверить такому уже не могу. И человек выкладывает в вашем деньги. Используйте такие возможности. То же, что немаловажно в элементах социального доказательства, это рассказать о ваших проектах и хорошо-хорошо заполнить ваше портфолио. Тем более, если у вас клиенты, это бизнес, если вы работаете по модели B2B. Опять же, у вас есть телефон. Если вы какой-то там строитель, идете, фоткаете, как было до, идете, фоткаете, как было после. Такие живые фотографии, они будут стимулировать вашего клиента к тому, что я хочу быть так же. Не важно, что это сфотканное на телефон, я вижу результат. Если хотите расписывать кейсы, расписывайте огромные кейсы, детализированные кейсы. Приведу пример. Я как-то зашел на сайт Digital Agenst. Это Digital Agenst из Запорожья. Это регион Украины, обычный областной центр Украины. Но у них на сайте, сам сайт был, не скажу, что там очень все красиво написано, но они огромными буквами всех гнали на блок. А в них блоке был клиент. Это они пригоняли, их клиент пригонял авто США и Европы. И они расписали просто кейс, который можно было читать 20 минут со скриншотами, с большими доказательствами, как они работали с этим клиентом и как они росли с этим клиентом. После этого, ну, я думаю, что там конверсия. Было бы интересно узнать действительно конверсию у этого человека. После этого 25% от тех, кто увидел эту статью, они заполнили бы заявку. Это очень сильно влияет на принятие решений у потенциальных клиентов, каких-то посетителей сайта. То же, что очень классно работает в элементах социального доказательства до-после. Особенно, если у вас бизнес связан с какими-то физическими материалами, будь то ремонт, будь то, например, какие-то, вот как тут пример, да, фитнес, какие-то элементы. Показать, как было до того, как вы пришли. Показать, как после, как вы улучшили жизнь клиента. Дайте понимание, да, дайте понимание тем, кто сейчас на вашем сайте. Кроме элементов социального доказательства, точнее, в элементах социального доказательства есть такие штуки, как пуш-оведомления. Это простые штуки, которые сейчас может настроить любой просто предприниматель-маркетолог без никакого там, без никаких там зарплат или выплат с фрилансером-программистом. Программистов тут абсолютно не нужно нанимать. Что имею в виду? Есть два ресурса, которые я привел в презентацию. Это TrustPulse и UseProof, которые позволяют, знаете, в углу сайта, когда вы заходите, позволяют выкидывать какие-то пуш-оведомления, например, что 5 минут назад у нас кто-то купил товар. Или, допустим, сейчас тоже просматривают этот же товар 3 человека. Или, допустим, что в наличии осталось там 2 товара. Это абсолютно просто. Даже на любых конструкторах сайтах вы можете добавить такие уведомления. Ну, настроить их буквально 5 минут. Но как же это влияет на конверсию? Это где-то 25-30%, да, если только эти пуш-уведомления добавить. Вот эти все элементы социального доказательства, они реально могут увеличить вашу конверсию до 3 раз. Просто сколько это сейчас в деньгах, сколько это в клиентах, вы уже сами можете почитать. Но внедряю... Это простые штуки, они не сложные. Это не какой-то rocket science. Это простые-простые базовые элементы, которые вы внедряете и уже увеличиваете конверсию на вашем сайте. Что еще поможет? Это улучшить призывы к действиям. Призывы к действиям мы рассмотрим отдельно для информативных сайтов и отдельно для лендингов. Если вообще смотреть на эту всю картину, то, что говорил в начале, много людей, они боятся наполнять сайт призывами к действиям. Они думают, что они таким образом, типа, в лоб тыкают клиенту, да купи уже у нас и тому подобное. Понятно, если у вас будет повсюду по сайту написано «купить, купить, купить», то клиенты как-то будут недоверительно смотреть. Но если вы проводите по такой себе, как по рельсам, проводите там человека, что «посмотри тут сначала», «почитай тут», «заполни заявку тут», тогда да, он выполняет эти действия. Для информационных сайтов что работает? Понятное дело, самое распространенное и самое эффективное, это не велосипед, это заполнить заявку, реквест такого, да. Кнопка, например, вы там рассказали о преимуществах работе с вами, нажимает человек на кнопку «заполнить заявку», потом его выбрасывает на форму или воскакивает какой-то поп-ап, человек заполняет форму, вы получили контакты, а сейчас база клиентов, особенно в кризис, это особенно важно, чтобы вы постоянно пополняли базу клиентов. Вы получаете контакты, и вы работаете с человеком, либо это ваши слезы, ваши продажники, которые ему звонят. Также нужно давать какие-то бесплатные плюшки, например, бесплатная консультация, такие себе лид-магниты, да. Заполни заявку, получи бесплатную консультацию. Или, например, если вы хотите сначала показать свою экспертность человеку, введите его на какие-то статьи, которые вы пишете, введите на описание проектов, которые вы делаете и тому подобное. Если говорить про лендингов, то тут призывы к действию, они больше делают фокус на сейчас, в эту секунду. То есть, например, вы заходите на сайт, вы читаете информацию по сайте, и вы, ну, товар какой-то, да, я прочитал информацию про товар, и вы пишете, там, заказать сейчас, оставить заявку на этот товар. Тут это работает, потому что лендинг – это продающий сайт, он продает не контентом, он продает эмоциями, он продает какими-то товарными качествами, так, чтобы человек сейчас заполнил заявку и пришел к вашему продажнику, либо купил на месте. То же самое работает начать бесплатно. Если это какие-то платформы, нажимаете кнопку начать бесплатно, даете человеку или там начать, присоединиться, или активировать там пробный период, человек сразу делает это действие. То есть, фокус на сейчас. Это не совсем о кнопках, правило, о котором сейчас расскажу. Это больше о том, как писать заголовки. Это подходит как информативным сайтам, так и лендингам. В большей степени это лендинги, потому что они могут показывать какие-то цифры, они продают именно здесь и сейчас. Что такое правило 4U в заголовках? Если разводить на английский язык, это будет urgent, то есть срочное, unique, то есть уникальное, useful, какая-то полезная информация, и ultra-specific, то есть что-то конкретное. Это то, что видит человек, который читает ваши заголовки. Пример такого заголовка, например, это 12 советов для высокой конверсии на товарных сайтах. Это может быть заголовок блога, или заголовок какого-то видео. Что дает, вот если разбирать эту фразу, во-первых, срочное. Срочное – это я вообще всей фразой показываю, что смотри, кликни сейчас сюда. Тебе нужно перейти сюда, потому что ты, если ты занимаешься товаркой, если ты занимаешься какими-то товарами, тебе нужно посмотреть это, и ты будешь продавать больше, у тебя будет больше конверсии. Уникальное. Я сразу даю человеку, что это не просто там какие-то 12 советов, это 12 советов именно для товарных сайтов. Понятное дело, что полезно это, я ему даю какие-то советы, я помогаю человеку, и очень конкретно я конкретизировал, конкретизировал, что это именно высокая конверсия. Если был диалог, например, не диалог, а заголовок, 12 советов для товарных сайтов, да, это хорошая статья, где будет рассказано и тому подобное, но я конкретизирую, что смотри, друг, 12 советов для высокой конверсии на товарных сайтах. Это важно, и если рассматривать информативные сайты, да, вы можете убрать срочные, но вам нужно оставить уникальное, полезное и очень конкретное. Например, если это какая-то пиццерия, то было бы неплохо написать, например, доставка пиццы от итальянского шефа, даже по-другому, пицца от итальянского шефа, доставка 24 на 7 бесплатно. Я показываю уникальность, что это итальянский шеф, я показываю полезность, что пицца он изготовляет, бла-бла-бла, и конкретное, что 24 на 7 бесплатно. Люди на такое обращают внимание, это увеличивает конверсию. Есть еще две заповеди, особенно для лендингов. Сюда не стоит привлекать информационные сайты. То, что должны быть большие кнопки и яркие цвета. Большие кнопки, которые прямо вот говорят, смотри, друг, я тут, я кнопка, которую ты должен нажать, прямо сейчас кладь на меня. По поводу ярких цветов. Это, да, это какой-то красный цвет, это какой-то зеленый цвет, но главное, чтобы это все коррелировало с цветовой гаммой вашего сайта, вашего лендинга. Если у вас лендинг в фиолетовом цвете, дайте фиолетовую кнопку, ну, например, чтобы она там пульсировала, как-то светилась. Да? Идем дальше. Синдром упущенной выгоды. Это тоже очень классная штука для лендингов. Это какие-то, например, обратный отчет, что смотри, такое-то предложение, оно заканчивается, такого-то дня тебе нужно поторопиться. Или то же самое, закажи сейчас, получи еще какую-то штуку. На это у тебя есть там два дня, да, то есть вот это дополнительная какая-то плюшка, доступно еще два дня. То же самое, это вот эти пуш-оведомления. Если для информационных сайтов эти пуш-оведомления можно использовать как на сайте было там 20 человек, за последний день. Или, например, в этом месяце нашими услугами пользуются там 30 человек, да, то для лендингов это может быть смотрите, этот товар просматривают еще два человека. Или смотрите, только что этот товар купило один человек там пять минут назад, например, да. Люди будут понимать, что если они не сделают какое-то целевое действие, они упустят выгоду. У них это, ну, это будет зависть, это психология человека и тому подобное. Если вы хотите вообще стать там, супер-мега королем, да, властелином такой синдрома упущенной выгоды, идите на booking, если кто связывался, вообще когда-то пользовался booking'ом или аналогичным сервисом, все вот прекрасно знают эту историю, что ты такой вальяжно выбираешь себе какое-то красивое жилье, и ты нашел какое-то отличное, зашел на страницу, и там просто тебе ровными буквами, красным шрифтом пишется. Осталось две комнаты, с вами просматривают три человека эти же апартаменты, ты такой, боже, что делать, нажимаешь заказать, уже не смотришь на три цены, начинаешь заполнять форму, и оно тебе опять выбивает, что с вами заполнять форму еще четыре человека, поторопитесь, или вы упустите там вашу мечту, да, или ваши желаемые апартаменты. Таких штук на booking'е усеяно просто куча. Кстати говоря, их с ними нужно экспериментировать. У booking'а вообще какая структура, там есть очень много продуктовых команд, которые независимы друг от друга, и каждая продуктовая команда в месяц тестирует сотни идей по тому, как увеличить конверсию. Понятное дело, что у вас там нету сотни продуктовых команд и 20 тысяч специалистов, да, которых маркетологов будут вам подсказывать, но очень легко написать какие-то синдромы упущенной выгоды, настроить вот эти пуш-уведомления с одними, например, сообщениями, да, одними месседжами, посмотреть, как они работают. Потом на две недели поставить другие месседжи, да, посмотреть, как они работают, что конвертит лучше. Через Google Аналитику это абсолютно легко посмотреть. Если есть маркетолог, и он может вообще заняться АБ-тестированием, это еще лучше. Он может параллельно на одном трафике смотреть, что лучше работает, какой дизайн, какие месседжи и тому подобное. Еще один момент, который тоже ошибаются многие. Сайт и все. Ну вот я просто захожу на сайт, это какая-то там информационная страница, я почитал контент и тому подобное. Опять же, человека нужно брать за руку и проводить по какой-то информации или давать ему подсказки. Банально, многие, наверное, знают компанию Binotel, у них есть абсолютно прикольнейшая система обратного звонка, то есть не я звоню вам, а вы помогаете, вы говорите, введите свой номер телефона, мы вам позвоним. Еще я там, знаете, как беру так на понт, давайте вам перезвоню за 30 секунд. Человек такой, ну да, принц, я сейчас просматриваю сайт, я свободен, давайте поговорим. Еще человек понимает, что мне ему позвонят за 30 секунд, а не где-то там в конце дня или еще, не дай бог, через 3-4 дня. Это очень классно работает. Другая штука, что работает, если у вас есть такая возможность, это поставить какой-то чат, чат поддержки, куда люди могут обращаться. Если у вас есть команда и она может отвечать на этот чат, супер. Если нету и вы человек-оркестр, то же самое. Сейчас просто куча бесплатных сервисов, тот же Replane, который абсолютно бесплатный, где вы можете настроить автоматизированные какие-то уведомления. Человек вам пишет, ему бот говорит, привет, как дела? У SendPulse тоже есть, прекрасный бот в Facebook мессенджере. Привет, как дела? Вот давайте поможем с таким, с таким, с таким, с таким. Что тебе рассказать, какие вопросы и тому подобное. Их очень легко настраивать. Кроме того, вы их можете потом еще и настроить какую-то автоворонку, которая будет автоматически этих людей в чате конвертить. Опять же, вы никаких специалистов сюда не привлекаете, это все автоматизировано. по модели по модели вакат. Видел, что в чате были минусы, когда мы говорили о модели аида и вакат. Если брать аиду, то в принципе это довольно легкая модель, которая уже давно существует, ее еще в 90-х Кольфер описывал. Есть, например, человек, когда заходит на лендинг, у него сначала нужно его прилечь какое-то внимание, дать какую-то картинку, то есть attraction. Аида. Attraction первая буква. Дальше ему нужно вызвать какой-то интерес, дальше вызвать у него желание, например, что столько-то клиентов пользуется, давай ты присоединяйся, будь крутым. И дальше action. Это какой-то призыв к действию, что заполняет заявку сейчас. Модель вакат это модель более новая, она начала на сайтах появляться где-то уже после десятых годов, но, кстати, очень прикольная штука, у нас на рынке все сайты делают ставку на дизайн. Если я сейчас забабахаю красный дизайн, найму дизайнеров и тому подобное, на сайте будут покупать. Если вы зайдете сейчас на большинство американских сайтов, они выглядят действительно ужасно. Ну, для нашего глаза, да, непривычно ужасно. Там старые картинки, там может быть устаревший дизайн и тому подобное, но при этом они конвертят намного лучше. Почему? Потому что американцы, они чаще используют вот эти модели аиды и вакат. Что такое вакат? Вакат – это обычно какие типы людей есть, да? Есть визуалы. Первая буква V – visual. Что такое визуалы? Это те люди, у которых очень сильно развита фантазия, они очень много представляют картинок, им нужно продавать визуальные информации. Например, это тот же самый видеоотзыв, который легко можно сделать с вашим клиентным партнером в Zoom товаре и продукте, где вы у него расспрашиваете вообще, как тебе нравится и тому подобное. Визуалы, когда видят такое, они понимают, что это информация визуальная, кто-то уже пользуется и я хочу так же. Я даже хочу, чтобы у меня засняли отзыв. Второй тип людей – это аудиалы, те, которые принимают решения на слух. Таким людям очень легко дать какую-то бесплатную консультацию. Когда они услышат ваш звук или вашего менеджера, который занимается продажами, когда вы проконсультируете человека, он примет решение, потому что он воспринимает на слух. Кстати, обещал по поводу бабушки. Бабушки все используют модель вакат. Представьте, вы идете по рынку, видите, там какая-то бабушка с яблоками стоит. Что такое визуалы? Они будут встретиться возле лавки, спрашивают, а эти яблоки хорошие? И бабушка скорее спросит, а тебе для чего? И тут визуал уже рисует картинку. Мне там для сока, другим для шарлотки, третьим какие-то запеченные яблоки. И она говорит, о, это отличные яблоки для шарлотки и тому подобное. Вот посмотри, у меня там вчера готовила какая-то моя троюродная сестра шарлотку из этих яблок, все отлично. Визуалы купят. Потом аудиалы. Они приходят и говорят, а яблоки хорошие, а аудиалом бабушка скажет, да это лучше яблоки, посмотри, какие красивые и тому подобное. Там будет сок течь и тому подобное. Они даже пробовать это яблоко не будут, они наберут и поедут. Другие два типа это киноэстетики. Если рассматривать ту же бабушку, это человек, который подойдет и у бабушки спросит, а можно попробовать? Бабушка скажет, хорошо. Она не будет говорить, иди к другой бабушке. Она скажет, хорошо, возьмет нож, отрежет кусочек, дашь человеку. Человек возьмет яблоко, поймет, потому что оно от такой, знаете, как твердости, которая им нравится. Пощупает яблоко, покушает и тому подобное. Киноэстетики это тем людям, которым нужно что-то пощупать. Им нужно, знаете, сесть в автомобиль и прокатиться. Тогда они поймут, они тогда примут решение. Сразу, наверное, пойдет вопрос, а как работать с киноэстетиками, если это сайт, если нет ничего физического? Да, скорее всего, вы не дадите им какую-то возможность пощупать ваш товар или сервис, но вы сможете показать результаты. Очень похоже с аудиалами, не аудиалами, а визуалами, только киноэстетикам нужно давать результаты. Это те же блоги, там, где вы картинками усеиваете, это те же картинки до-после, так, чтобы они почувствовали, они думают, ну, да, хорошо, я тоже самое, хочу такой же результат. И четвертая категория, к сожалению, бабушки их опускают, да, это, но вы, как новое поколение людей, которые можете цеплять эту аудиторию, эта аудитория называется дигитал. Дигиталы, это, по-простому, это прагматичные люди, прагматичные, очень рациональные. Скорее всего, вы когда-то точно сталкивались с клиентами, которые, мне нужно посчитать, мне нужно подумать, мне нужно подумать, там, посоветоваться с кем-то, мне нужно рассмотреть, насколько это решение выгодно для меня, да, это не потому, что они не хотят покупать, это потому, что они люди цифр, они, они очень прагматичные, они, скорее всего, начнут думать, таким людям нужно давать контент, например, какие-то PDF, да, там, где разнесется ваш продукт, для таких людей пишется блок, там, где вы не эмоционально на них давите, вы давите на них с точки зрения рацио, вы даете им какие-то цифры, на основе этого они легко принимают решения. В принципе, это вот, как перекрыть большинство ошибок базовых, я говорю сейчас про базовых ошибок на сайте, про текст, но тут, ну, говорить больше нечего, если у вас сейчас сайт усеян там лучше, лидеры и тому подобное, убирайте эти слова, давайте цифры, давайте какое-то доказательство, если это, вы не уверены, что можете прописать продающий текст или контент, который будет привлекать в случае информационных сайтов, возьмите копирайтера, они недорогие, я, ну, просто в большей степени уверен, что если вы начнете использовать услуги копирайтера, то оно купится вам с первой покупки, с первой, второй покупки. Всем спасибо, увидимся с вами еще, благодарю за присутствие на вебинаре, пока-пока. Создайте эффективный сайт для вашего бизнеса с веблиум.